Их работа и то, как в регионе поддерживают граждан с особенностями здоровья, обсудили сегодня в Краевой администрации. Собещание провела вице-губернатор Анна Менькова. Она отметила, чтобы создавать комфортные условия для инвалидов, важно объединить усилия всех ведомств и министерств. Показательный пример – реабилитационные центры. Люди получают не только медицинскую, но и психологическую помощь. Я рада, что мы открываем такие центры. Я рада, что у нас сегодня очень многие реабилитационные центры отвечают самым современным стандартам и на самом деле оказывают услуги по реабилитации на высочайшем уровне. В прошлом году было реализовано новое мероприятие, обеспечена доступность трех организаций профессионального образования. Два поля – Джавьейский, Павловский техникум профессиональных технологий – стали у нас доступны. Мы на это выделили 10 миллионов рублей, и сегодня у нас на 17 образовательных организаций больше в Краснодарском крае, которые отвечают всем требованиям. Безусловно, это хороший результат. Поддерживать такой результат уже на протяжении нескольких лет помогает государственная программа «Доступная среда». В прошлом году на ее финансирование и сконсолидированного бюджета было направлено более 100 миллионов рублей. В 2018 году обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов к 38 приоритетным объектам. В 17 образовательных организациях созданы условия для получения инвалидами и детьми-инвалидами качественного образования. 5 единиц общественного транспорта оснащены радиоинформаторами для ориентирования инвалидов по зрению, 11 – звуковыми и визуальными табло. Также на заседании обсудили льготное обеспечение лекарствами. Сегодня такую поддержку получают 440 тысяч кубанцев. На одного человека из федерального бюджета приходится 826 рублей в месяц. Однако такой суммы для приобретения медикаментов зачастую жизненно необходимых не хватает. Поэтому ежегодно Край выделяет дополнительно 3 миллиарда рублей.